Я начну с очень простой вещи, которую, я думаю, вы все знаете. Это формула для площади треугольника. Если у нас есть треугольник с основанием А и с высотой H, то понятно, что его площадь равна 1,2 А на H. Ну и аналогичная формула есть для объема тетраэдра. Если у нас есть тетраэдр, у которого площадь основания S и высота H, то его объем равен 1,3 H на S. Ну вот, понятно, что эти формулы просто одна прямая, прямая вообще не другой, что это формулы совершенно одного рода. Но между ними, как ни странно, есть одна принципиальная разница. Дело в том, что давайте задумаемся, а как вообще эту формулу доказывать. И если мы задумаемся, как эту формулу доказывать, давайте начнем со сложного случая, с трехмерного. И посмотрим, как это, например... Ну, у чего мы изначально умеем мерить объем? Изначально мы объемы умеем мерить у параллелепипедов. Более-менее понятно, что если у параллелепипеда какую-то сторон увеличить в К раз, то объем возрастает в К раз, и значит, объем есть просто произведение длин сторон, но если мы его нормировали так, чтобы объем кубика со стороны единичка был равен единице. Вот, то есть объем мы умеем мерить у параллелепипедов. И если мы хотим посчитать объем тетраэдра, то надо делать, ну, если прям совсем так по-научному написать, то надо что сделать? Надо померить... Желтый мел. Взять такое вот сечение параллельное основанию. И будет тот же самый треугольник, только поменьше подобное исходному. И можно как бы этот тетраэдр приблизить вот такими вот призмочками, которые чуть-чуть за него вылезают. Я на этом треугольнике построю вот такую призму. Вот, ну вот, то есть мы взяли и такой слой в тетраэдре, который чуть побольше, заменили вот на такую призму, а какой-нибудь другой слой тоже заменили вот на такую вот призму чуть побольше. И таким образом весь тетраэдр так вот заменили на набор призм. У призмы объем, значит, высота на основании, и получается... А дальше надо перейти к пределу. И если теперь это научным языком сказать, то надо... Если мы возьмем, будем мерить, вот, ось Z направим вниз, и 0 поместим в вершинку, и будем мерить площадь сечения на высоте Z, то эта площадь будет, значит, площадь сечения на высоте Z, это будет площадь сечения на высоте H умножить на Z квадрат и делить на H квадрат. Ну, потому что она подобна с коэффициентом Z делить на H. И вот эту вот функцию надо проинтегрировать. Вот. И, значит... Ну, потому что мы берем вот такие вот призмы, которые вместе содержат тетраэдр. Значит, их объем суммарный побольше. Это, на самом деле, будут интегральные суммы. И когда мы устремим к пределу, мы получим... Мы получим как раз объем. А можно брать призмы, наоборот, чуть поменьше, и они будут содержаться в тетраэдре и с другой стороны приближаться. В общем, в любом случае, получается, что надо вот так вот взять такой вот интеграл по Z от 0 до H. Ну, и если его взять, вот как раз получается 1 на 3 H на S. Вот это вот рассуждение с интегралом, можно там, у него можно его с кучей разных позиций излагать, а принцип все равно такой же. Без предельного перехода эту формулу доказать не получается. То же самое рассуждение, на самом деле, можно сделать с треугольником. Можно вот так вот его... Ну, здесь вместо призм будут просто прямоугольнички, да? Вот такой набор прямоугольников больше, чем треугольник. Можем записать сумму этих площадей, там, разбив на сколько-то частей, перейти к пределу и получить площадь треугольника. Так? Но вот в этой вот ситуации этого делать не нужно. В этой ситуации нам, на самом деле, никакой мотанализ, никакой предельный переход категорически не нужен. Потому что можем мы сделать гораздо более простую вещь. Смотрите, какую. Опустим мы высоту, проведем среднюю линию треугольника, а потом возьмем вот этот вот треугольник и перевернем его вот сюда. А вот этот вот треугольник возьмем и перевернем вот сюда. Ну, понятно, что этот треугольник равен этому, этот равен этому. И значит, площадь треугольника с высотой h и с длиной основания a равна площади прямоугольника, у которого основание осталось таким же, а высота стала h пополам. Ну, и мы видим, что площадь треугольника мы без всякого предельного перехода свели к площади прямоугольника. Просто вот таким вот перекладыванием. Вот. На самом деле, из этой задачи, естественно, еще с древних времен, ну, по крайней мере, известно, что в XIX веке про это Гаусс писал, а может быть, и кого-то раньше интересовало. Интересовал вопрос, а в случае пространства, может быть, все-таки можно что-то сделать, чтобы доказать формулу для площади тетраэдра вот таким же каким-то способом, не прибегая к, ну, казалось бы, такой объект тетраэдр, в нем ничего такого принципиально. Вот понятно, что если мы площадь круга считаем, или объем шара, то тут беспредельного перехода деваться некуда. И тут это по сути, и матанализ нужен. А зачем он нужен, чтобы посчитать объем тетраэдра, в общем-то, как-то не очень изначально понятно. Вот. Но оказалось, что нужен. То есть, и отсюда родилась вот такая задача о равносоставленности. Задача формулируется следующим образом. Ну, на плоскости вопрос, естественный, вот есть у нас какой-то многоугольник, есть какой-то многоугольник. И есть другой многоугольник, многоугольник P1 и многоугольник P2, одинаковой площади. И вопрос, верно ли, что можно взять P1, взять ножницы, разрезать этот P1 просто на конечное число многоугольных частей. И сложить из этих частей P2. Вот. Это как раз вопрос о том, что площадь любого многоугольника можно как бы считать, не прибегая к каким-либо предельным переходам, не прибегая к разбиениям на бесконечное число частей. И тот же самый вопрос в размерности 3. Берем многогранник, берем другой многогранник того же объема, и вопрос, верно ли, что один многогранник можно разбить на конечное число многогранников, которые вот как-то стыкуются, вот, и сложить из этих кусочков второй многогранник. Вот. Значит, что касается плоских многоугольников, что касается многоугольников, то ответ давно известен. И это, ну, обычно в русской литературе называется теорема Боя и Гервина. Значит, давайте... Хотя, по-видимому, английская литература считает, что впервые доказал Уильям Уоллес. Уоллес. В 1807 году. Вот. А, значит, другая версия, что это Фаркаш Бои и, кажется, Пол Гервин. Примерно 1833, там тоже некоторые разночтения. Вот. Значит, Фаркаш Бои – это отец более знаменитого, значит, еще, наверное, геометра Яноша Бои, который один из основателей геометрии Лобачевского. Вот. Вот мне объяснили, что традиционное произношение Болья и вообще совершенно неправильно с точки зрения венгерского языка, что мало того, что там нету L, оно еще и ударение на первый слог. Вот. Бои. Правильно. Вот. Так вот, теорема как раз ровно в том, что я сказал, что два многоугольника равной площади равно составлены. Вот равно составленные означает ровно то, что я сказал, что их можно один из них разрезать на конечное число многоугольных частей и сложить второй. Вот. Сейчас чуть попозже я расскажу, как это доказывается. Это доказывается очень несложно. Хотя и если самостоятельно пытаться придумать доказательства, то там, в общем, есть некоторые места, которые не очень легко, как бы, не очень очевидны. Вот. Значит, вот. А дальше, естественный вопрос, что же у нас происходит в пространстве. И в пространстве оказалась там интересная история. Значит, во-первых, ну, наверное, все вы слышали такие слова, как проблемы Гильберта. Это вот на рубеже 19-20-х веков был сформулирован ряд таких проблем, которые, как бы, считались по мнению, ну, там, у Давида Гильберта, одного из крупнейших математиков того времени, был доклад на Международном конгрессе, где он сформулировал ряд таких проблем, которые, по его мнению, будут ключевыми для развития математики в ближайшее время. Ну, на тот момент. Вот. И действительно, многие из этих проблем очень важную роль в математику 20-го века внесли. И вот эта вот задача о том, равносоставлены ли два многогранника данного объема, но он даже для примера спросил, вот куб и правильный тетрайдер одного объема, равносоставлены или нет. Это была третья проблема Гильберта, под номером 3 в этом списке. Вот. И она среди всех этих проблем век, в смысле, уникальна, потому что она единственная была решена раньше, чем Гильберт ее сформулировал. Но Гильберт об этом не знал, но примерно уже месяц к тому времени она была решена таким немецким математиком Максом Деном. Вот. И оказалось, что это неверно. Вот. И не всегда многогранники одного объема равносоставлены. И в частности, правильный тетрайдер и куб одного объема неравносоставлены. Неравносоставлены. Вот. Ну, в общем-то, вот о эту тематику и хочется поговорить. Оказалось, что тут много интересных связей. И вот. Давайте, значит, немножко по порядку. Значит, это 1901 год. Вот эта работа. Вот. И надо отметить, что чуть-чуть раньше неправильное доказательство, ну, в общем-то, содержащее все правильные идеи, которые потом, видимо, и были использованы, было Раулем Брикаром предложено. Вот. Ну, как бы, вот, много чего угадал, но результаты не получил. Вот. Давайте, значит, ну, давайте сначала с плоского случая начнем, чтобы немножко почувствовать, как здесь вообще с таким делом быть. Ну, как, казалось бы, доказывать вот эту теорему? Ну, понятно, что просто какой-то, ну, во-первых, понятно, такое тривиальное замечание, но тем не менее полезное, что если у нас есть три многоугольника P1, P2 и P3, и если P1 равносоставлен с P3 и P2 равносоставлен с P3, то P1 тоже равносоставлен с P2. Ну, все, это просто, но это надо оговорить, потому что, вообще-то, ну, надо проверять такие вещи. Вот. Ну, проверять такие вещи очень просто. Дело в том, что P3, вот если мы P3 нарисуем, то его надо разбить на какие-то многоугольные части, чтобы получить P1. Потом из этих частей можно было сложить P1. А на какие-то другие можно разбить так, что потом из этих частей можно сложить P2. Но тогда можно провести в нем и те разрезы, и другие разрезы. Он распадется на какие-то более мелкие части, но тогда из них можно положить и P1, потому что из них складываются все эти части, из которых складывался P1, и P2 тоже. Так что такое простое утверждение говорит, что это отношение равнозоставленности рефлексивно, о, господи, рефлексивно, трензитивно, и поэтому мы можем не рассматривать два произвольных многоугольника, а первый естественный шаг, что нам, конечно же, надо доказать, что если у нас есть многоугольник площади S, то он равнозоставлен кубику со стороной корень из S, о, квадратику, извините, я все время оговариваюсь, квадратику со стороной корень из S, то есть надо любой многоугольник свести к квадратику, и этого достаточно. Вот, да, я еще хочу сказать такое терминологическое замечание, вот, к сожалению, вот в этой задаче русская терминология намного хуже английской, вот, английская терминология такая очень красивая, два многоградника, которые равнозоставлены, называются по-английски scissors congruent, вот, то есть scissors от слова ножницы, вот, ну, как бы наложимые друг на друга при помощи ножниц, эквивалентные при помощи ножницы, вот, ну, к сожалению, по-русски как-то не звучит, поэтому вот равнозоставленный немножко, наверное, менее отражает такое, вот, ну, хорошо, как, в чем проблема, как быть вообще с произвольным многоугольником? С произвольным многоугольником иметь дело неприятно, вот, и первое, что хочется сделать с произвольным многоугольником, Это взять его, разбить на какие-то довольно простые многоугольники. Ну а что может быть проще, чем треугольник? Поэтому давайте мы первым делом как-нибудь разрежем многоугольник на треугольник. Ну, хороший вопрос, почему это можно сделать. Но это не очень сложное упражнение. Например, можно просто... Я тут вот этот кусочек рассказывал таким более младшим школьникам. И я рассказывал, я думал, как там разбивать. Ну, разные способы бывают. Можно доказывать, что есть диагональ, которая не пересекает других ребер, который его разбивает. Можно еще как-то... Мне школьники научили, что можно сделать гораздо проще, можно продлить все стороны. И тогда, если просто все стороны продлить, вот так вот эти прямые, то то, что получится в пересечениях, это будут выпуклые многоугольники. А выпуклый многоугольник на треугольнике уже разбить совсем просто. Просто из одной вершинки. Вот. Так или иначе, мы можем разбить наш многоугольник на треугольники. И вместо того, чтобы работать с произвольным многоугольником, нам остается работать с набором треугольников. Ой, пардон. С набором разных треугольников. Вот у нас есть набор треугольников, мы хотим их все вместе перестроить вот с помощью таких вот разрезаний в квадрат той же площади. вот ну а дальше простое замечание что конечно же треугольник простая фигура но с точки зрения площадей более простая фигура прямоугольника надо сделать вот этот трюк вот тут надо быть немножко аккуратным потому что этот трюк можно сделать в том случае когда высота падает на сторону а когда на продолжение стороны то не получается вот но это не проблема потому что у каждого треугольник хотя бы одна-то высота падает на сторону. Поэтому можно взять эту высоту и вот таким образом перестроить и вместо набора треугольников получить набор разных прямоугольников. Ну, разных не в смысле, может быть, тут и одинаковые есть. В смысле, просто ничего мы про прямоугольники не знаем. А следующий красивый момент, что каждый прямоугольник можно превратить в квадрат. Опять же, такими вот разрезаниями. Вот. И для этого есть вот такой вот способ. Вот если у нас... Ой, я слишком длинный прямоугольник нарисовал, мне будет сложнее. Но неважно, рисовать просто сложнее будет. Заметим такую вот вещь. Я сейчас не хочу прямоугольник превращать в квадрат сразу. Я хочу немножко поменять его стороны, так, чтобы площадь осталась такой же. Я могу сделать вот так. Я могу взять и провести вот немножко наклонное вот такое ребро. Ну, тогда вот этот треугольник равен вот этому треугольнику. Я параллельно провел. И мы, конечно же, можем взять его и сюда переложить. И вместо прямоугольника мы получили вот такой вот параллелограмм. Вот. В той же площади. А теперь что можно сделать? Можно опустить вот сюда вот перпендикуляр. Вот. И вот этот вот узкий треугольник, который у меня наверху, взять и переложить вот сюда. Вот. И что получается? Получается снова прямоугольник. Вот это вот. У меня чуть-чуть на рисунке он не с прямыми углами, но... Так как мы вот здесь опустили перпендикуляр, то это прямоугольник. Вот. А что можно сказать про его сторону? А его сторона, вот были стороны А и Б, осталась сторона какая-то А' чуть больше, чем А. Значит, смотрите, вот как угодно изменять так стороны нельзя. Если я захочу сильно, чтобы А' было сильно больше, чем А, так вот, как-нибудь сильно сюда опустить, то у меня может вот этот перпендикуляр упасть не на сторону, а вот куда-то на ее продолжение вот сюда. И это плохо, у меня не пройдет моя конструкция. Вот. Но чуть-чуть менять можно. А чуть-чуть меняя, можно добиться такой простой вещи. Вот у меня были стороны А и Б, какие попало, а могу сделать новые стороны А' и Б' так, чтобы их отношение было квадратом рационального числа. Вот. Ну, во-первых, почему так можно? Ну, потому что квадраты рациональных чисел сколь всюду плотны на вещественной оси, и уж точно вот чуть-чуть уменьшив А, я могу добиться того, чтобы у нас вот это вот А' на Б' получилось, чуть-чуть увеличив А, получилось квадрату какого-нибудь рационального числа. Вот. А теперь, а что в этом хорошего? В том, что мы получили квадрат рационального числа. Ну, а в этом хорошего вот что. Значит, смотрите, вообще говоря, сами длинные сторон, пока у нас нет единицы измерения, не имеют никакого значения, имеют значение только отношения. Давайте, раз отношение длинных сторон квадрат рационального числа, то можно выбрать такую единицу измерения, чтобы обе стороны были квадратом целого числа. В этих единицах измерения, там, не знаю, в попугаях будем мерить, так чтобы вот такого попугая возьмем, чтобы каждая сторона была квадратом натурального числа. Вот. Если отношение двух чисел к квадрат рационального, то всегда можно выбрать такую единицу измерения, чтобы эти числа, эти длины стали квадратами натуральных чисел. Вот. То есть это вот будет m квадрат, а это будет n квадрат. В каких-то квадратных единиц. Вот. Что теперь можно сделать? Теперь можно взять и просто разбить это на m квадрат частей, а это на n квадрат равных частей. И получить квадратики 1 на 1. В каком количестве? m квадрат на n квадрат квадратиков 1 на 1. Вот. А из них можно сложить квадрат со стороной mn. Вот. Вот. Ну, вот это, тут у этого рассуждения куча вариантов. Можно сначала сделать прямоугольник не очень длинным, а потом за один раз превратить его в квадрат при помощи вот такой же вот процедуры, уже сразу аштрих подобрав. Ну, в общем, здесь много разных способов, как вот этот вариант можно сделать. Но, тем не менее, получается, что мы каждый прямоугольник можем разрезать на части и сложить квадрат в той же площади. Отлично. От набора прямоугольников, от набора прямоугольников, давайте я перейду на эту доску, мы получили набор квадратов. Вот. Мы получили набор квадратов, но набор квадратов... набор квадратов с разными длинными сторон. Вот. Что делать дальше? Что делать, если у нас есть набор квадратов, а мы-то хотим один квадрат? Вот. С суммарной площадью. Ну, вот есть такой сайт, математические тюды, если туда зайти, там есть головоломка, как из двух квадратов сложить третий квадрат. Вот. Но я ее наизусть не помню, поэтому я не могу воспользоваться сейчас этой головоломкой, поэтому мне придется, как называется, вылить воду из чайника. Вот. Смотрите, мы любой прямоугольник умеем превращать в квадрат. Но это значит, что мы и квадрат умеем превращать в любой прямоугольник в той же площади. Да? Давайте все эти... Вот теперь забыли про те единицы измерения, которые мы выбирали здесь, и выберем какую-нибудь одну единицу измерения, неважно какую, сантиметра просто. И каждый квадрат превратим в прямоугольник с высотой 1 сантиметр и с такой длиной, чтобы площадь была такая же, как у этого квадрата. Вот. То есть мы можем теперь набор квадратов превратить в набор прямоугольников, вот какие-то, может быть, такие узкие, а какие-то очень длинные, набор прямоугольников с высотой 1. Вот. Ну, дальше эти прямоугольники просто возьмем и составим в один длинный прямоугольник. Еще один шаг. Составим в один длинный прямоугольник, А дальше снова применим то, что мы прямоугольник умеем превращать в квадрат. Такое рассуждение. У него здесь куча вариантов. Многие шаги можно сделать чуть не так, можно сделать по-другому. Но общая идея примерно вот такая, что мы можем вот так вот брать, перестраивать, перестраивать и превратить все это дело в квадрат. Вот. Значит, вот тем удивительнее, что в трехмерном пространстве все оказалось гораздо сложнее, гораздо замечательнее. И, собственно, вот отсюда наука и начинается. Вот. И вся эта наука, значит, тут на самом деле история такая. Вот я сейчас буду, рассказывая про результат Дэна, я буду по дороге говорить много разных слов и ссылаться на другие результаты. И все эти другие результаты будут позже, чем результат Дэна. Вот. На самом деле, если взять исходную статью Дэна, ее крайне сложно читать. Ну, у меня это не получилось еще и потому, что она на немецком, но как бы ее полистав, а я немецкого не знаю, но ее полистав и как бы так, посмотрев на формулу, я понял, что она действительно крайне тяжело написана. Вот. И причина в том, что, почему, собственно, эта работа и была такой, как бы, сложной на тот момент, что не существовало удобного языка для этого, и ему приходилось каким-то очень обходным способом это писать. Поэтому вот, ну, сейчас этот язык уже существует, даже не один, а несколько, как бы, на несколькими разными способами это можно сказать. Вот мы сейчас, поэтому я сейчас буду вводить такую штуку, которая называется инвариант Дэна, которая у самого Дэна в статье ее нету, потому что языка, на котором это было удобно сказать, тогда не было. Он писал чуть-чуть по-другому. Вот. Но, тем не менее, как бы, по сути, все это было. Вот. Значит, все это дело сидит на таком вот замечательном функциональном уравнении. Называется уравнение Каши иногда. Вот. Допустим, φ – это функция одного вещественного переменного. То есть каждое вещественное число переправляется в вещественное число. И рассмотрим вот такое вот функциональное уравнение. φ от х плюс у равно φ от х плюс φ от у. То есть мы хотим найти все функции, которые удовлетворяют этому уравнению. Вот. Очень несложное упражнение. Да, ну, какое-то решение сразу видно, что если мы возьмем φ от х равно лямбда х для какого-то лямбда, линейную функцию, такую без свободного члена, то эта функция удовлетворяет уравнению, естественно. Вот. И не очень сложное упражнение, что если вот эта φ непрерывна, то и удовлетворяет уравнению, то она обязательно линейная. φ от х равно лямбда х. Вот. Но оказывается, оказывается, существуют функции, которые не являются непрерывными и при этом удовлетворяют такому уравнению. Значит, чтобы их построить, нужно такое понятие, как базис Гаммеля вещественных чисел. Вот. Идея тут очень простая. Смотрите. Вот берем мы рациональные числа. Это не все вещественные числа, правда? Есть вещественные числа, которые нерациональны. Но что делать дальше? Вот мы нашли первое вещественное число, которое нерационально. Например, мы доказали, что корень из двух нерациональный. Что дальше делать? Мы можем рассматривать такие вот комбинации. Ну, какое-то рациональное число плюс другое рациональное число на корень из двух. Вот мы уже все такие числа знаем. Ну, это все вещественные числа или не все? Ну, опять не все. Например, можно доказать, что корень из трех в таком виде не представляется. Да? Ну, давайте сюда добавим Q3 на корень из трех. Так? И опять не представляется. И дальше там добавим корень из пяти, еще что-то. А подальше мы выясним, что есть число, которое не является никаким корнем. Добавим P и так далее. Но на самом деле понятно, что такой процесс никуда к хорошему нас не приведет. Почему? Потому что мы-то сейчас уже знаем, что вещественных чисел у нас не счетное число. А все, что мы вот так вот по одному будем добавлять, у нас в любом случае на каждом этапе чисел счетное число. И никаких надежд так исчерпать все числа нет. Вот. Но тем не менее, тем не менее, было бы очень полезно рассмотреть вот такое вот подножество. Но я вещественные числа, как обычно, буду обозначить вот таким красивым R. А подножество будет такое E. И, допустим, не хочу я для него какую-то букву писать. Я скажу, что это подножество, оно состоит из чисел R, пронумерованных какими-то символами nu. Вот nu. Значит, что я хочу от этого подножества? Я хочу, чтобы любое вещественное число представлялось в виде комбинации вот этих чисел с рациональными коэффициентами. Ну, то есть в виде какой-то вот такой вот суммы по E от 1 до какого-то N рациональные коэффициенты qiT на какие-то вот эти R с номером какой-то nuiT. Вот где qiT рациональные. Вот я хочу, чтобы любое вещественное число x в таком виде представлялось. Ну, просто в таком виде представлялось неинтересно. Я могу все вещественные числа взять в качестве R nu. Ну, как бы и тогда, да? А, не видно, что здесь написано. Да, давайте я здесь буду писать. Здесь видно, да? Я подозреваю, что в середине всем будет видно, так что давайте я действительно просто не буду эту доску так активно использовать. Смотрите, там написано следующее. Вот я хочу найти такое множество вещественных чисел, то есть какие-то вещественные числа, их будет, значит, с таким свойством, что каждое вещественное число x записывается вот в таком виде, в виде такой суммы. Какие-то qiT на R с какими-то номерами nuiT, на числа из этого множества. Сумма должна быть конечной, а коэффициенты, вот эти qiT, должны быть рациональны. Я хочу, чтобы каждое вещественное число x записывалось в таком виде единственным способом. Ни в коем случае не разными способами, а единственным способом. Хочу, чтобы каждое x записывалось в таком виде единственным образом. Вот тогда говорят, что вот этот набор чисел r nu является базисом гаммеля вещественных чисел. Вот, значит, для студентов просто скажу, что это базис этих вещественных чисел, когда мы r рассматриваем как векторное пространство над рациональными числами. Просто если мы рассматриваем r как векторное пространство над рациональными числами, оно бесконечно мерно, оно не счетно мерно, но тем не менее мы хотим в нем иметь базис. В самом обычном смысле, как в это самое, как обычно в векторном пространстве. Вот, ну, а для школьников, если кто таких слов не знает, то я ничего не сказал нового, я просто умными словами сказал то же самое, что я уже сейчас сказал. Что хотим, чтобы каждое вещественное число записывалось вот в таком виде. Понятно, что этот вот набор чисел обязан быть несчетным. Вот поэтому я здесь пишу никак, вот я не пишу r и t, и обычно подразумевает, что и там равно 1, 2 и так далее. А вот этот вот индекс new, он как бы по какому-то множеству бегает, непонятно по какому, по какому-нибудь. То есть он, этих r new их несчетное число, обязательно, иначе мы не сможем все числа так получить. Вот, естественный вопрос, естественный вопрос, существует ли вообще такой базис Гаммеля в вещественных числах. Вот, и этот вопрос, на самом деле, аккуратный ответ на него был получен в 1904 году Эрнстом Цермела. Вот, это уже вопрос такой на грани с математической логикой. Значит, вот, Цермела показал, ну я, может быть, потом, если там будем на следующих занятиях это подробнее обсуждать, я, может быть, там немножко деталей скажу. Сейчас просто скажу, что Эрнстер Мелл доказал, что такой базис существует, доказал существование такого базиса Гаммеля. Вот, используя так называемую аксиому выбора, которую он же и ввел. Вот, и, ну, на самом деле, если тут, как бы, ну, я не хочу сейчас лезть в логические тонкости, в принципе, как бы математику можно строить и без аксиомы выбора, но на самом деле она так не очень явно используется очень много где, поэтому это плохо ее строить без аксиомы выбора, поэтому будем спокойно строить с аксиомы выбора, и вот она, как бы, здесь, что, собственно, люди и делают. Вот, не буду сейчас говорить, что такое аксиомы выбора, может быть, потом и обсудим, но, в общем, имеется доказательство существования такого базиса Гаммета. Вот, при этом его совершенно невозможно предъявить, никакой такой базис совершенно невозможно предъявить хоть один, хоть как-то. Вот, это совершенно дело неконструктивное. Вот, это какие-то совершенно дикие множества. Вот, поэтому их так вот можно использовать для какого-то, ну, как сказать, для того, чтобы что-то доказывать, но ничего явного отсюда вытащить не получается. Вот. Хорошо. Хорошо. Да, какое отношение эти базисы Гаммеля имеют к функциям? Вот такие функции, которые удовлетворяют этим уравнением, называются аддитивными, ну, потому что мы складываем x плюс y, и, ну, из-за значения должны складываться. Вот. Ну, смотрите, вот, используя то, что у меня есть базис Гаммеля, пусть у нас есть какой-то базис Гаммеля, я могу построить много-много-много разных вот этих функций φ. Каким образом? Ну, я сделаю вот что. Я просто скажу, вот у меня есть аддитивная базис Гаммеля, я для каждого ν, для каждого r ν выберу значение функции, а как попало, как мне захочется. Просто любое число, любое понравившееся мне число, а ν вещественное. Так? Вот. А, ну, мне функцию надо определить не только на r ν, а мне надо определить на любом вещественном числе. Так? Ну, вот так, любое вещественное число записывается в таком виде. Значит, как я должен записать? Да, смотрите, конечно же, из этого уравнения, вот из этого уравнения Каши, легко следует, что функция должна обладать вот такими вот свойствами. что, конечно же, если я беру φ от nx, где n натуральное, ну, или целое, то это n умножить на φ от x. Это легко следует из уравнения. Ну, а отсюда легко следует, что и для рационального. И рациональное тоже можно вынести, потому что можно отдельно вынести числитель, отдельно вынести знаменатель. Значит, вот если q рациональное, то функция как бы таким свойством, урезанным свойством линейности обладает. Вот, ну, вот, ну, а, и, значит, смотрите, значит, я обязан на таком вот числе x, который имеет такой вид, я обязан, вот если x такая, то я обязан положить φ от x, равный суммы, с той же самой суммы по i, здесь будет qi на φ от вот этого вот, то есть на а, ню и d. Что же это? φ от x плюс y равно φ от x плюс φ от y. У нас, мы стартуем? Нет. Мы вот это уравнение, мы исследуем функции, которая удовлетворяет этому уравнению. А тогда, конечно же, φ от nx равно n от φ. А вот произвольные вещественные, смотрите, и рациональный, значит, множитель мы можем выносить. А вот вещественные не можем, потому что ниоткуда это уравнение не следует. Если бы могли вещественные, то у нас было бы только линейные функции. Оказывается, есть вот полно, полным, полно нелинейных функций. Значит, мы на элементах базиса Гаммеля задаем функцию как хотим, а на другие числа продолжаем ее вот таким образом. Ну, хорошее упражнение проверить. А, в общем, ну, что тут упражнение, если одно число в таком виде записывается и второе в таком виде записывается, то их сумма записывается в таком же виде, где у нас вот эти, как бы, коэффициенты складываются, ну, и видно, что эти значения тоже складываются. Так что вот довольно простая проверка, что действительно такая вот построенная функция будет удовлетворять нашему уравнению Каши. Вот, и таких функций очень много, ну, потому что линейная функция задает просто значение в одной точке, а тут мы в несчетном числе точек можем задавать значение как хотим. Вот. Так вот, оказывается, с помощью таких функций строятся инварианты Дэна, которые позволяют доказывать неравносоставленность многогранников. Вот. Каким образом они строятся? Так вот, давайте сделаем что? Возьмем φ, это вот такую аддитивную функцию, то есть решение уравнения Каши. Ну, еще с одним свойством, значит, φ аддитивная. А второе свойство будет, что φ от π равно нулю. Ну, хотим, чтобы эта аддитивная функция была равна нулю в точке π. Ну, смотрите, то, что она равна нулю в точке π, это одно линейное уравнение на вот это несчетное множество значений, которые мы можем выбирать как хотим. Число π тоже каким-то способом представляется в виде комбинации элементов Байзиса Гаммеля. Вот одно условие мы наложим. Но на самом деле несложно понять, что мы всегда можем так выбрать Байзис Гаммеля, чтобы число π там присутствовало. Мы просто можем с него начать первым делом взять π. И тогда просто будет означать, что вот для числа π это значение обязано быть нулем, а все остальные можем выбирать как хотим. Вот у нас получается куча-куча таких функций, но ни одна из них уже не линейная, потому что, ну, кроме нуля. Подожди, если ноль, это не очень интересно. Вот. Оказывается, для такой функции можно построить инвариант многогранника. Вот пусть теперь π у нас многогранник в трехмерном пространстве. Если у нас есть многогранник, не обязательно выпуклый, какой угодно. Если у нас есть многогранник, я очень плохо умею рисовать многогранники, тем более я взялся какой-то сложный многогранник рисовать. Ну, вот что-то нарисовал. То при каждом ребре есть двугранный угол. Угол между гранями, сходящимися в этом ребре. И давайте мы будем этот двугранный угол обозначать через α с индексом Е. Ну, еще у этого ребра есть длина. И давайте обозначать L с индексом Е. Вот. И можно написать вот такое число. Можно написать вот такое число, которое называется дельта с индексом φ от P. Дельта это в честь дена, φ это потому что это зависит от выбора функции φ. Он зависит от многогранника. Мы возьмем сумму по всем ребрам многогранника. И сумму мы будем брать вот таких выражений. Длина ребра Е умножить на φ от αЕ. На φ от двугранного угла. Ну, можем, можем, имеем право написать вот такое вот выражение. Вот. Ну, как бы, а теперь самое интересное. Самое интересное заключается вот в чем. что самое интересное заключается в том, что дальше мы напишем... Да, дальше самое главное. Самое главное это вот теорема, которая по сути принадлежит Дену, хотя, значит, я говорю, у Дена было немножко... Я тут... Тут есть разночтение, как правильно писать. Ну, Ден ее по-хорошему не мог сформулировать, потому что Байз и Гаммель на тот момент еще не было. Он по-другому формулировал. Вот. Но, тем не менее, по сути, эта теорема принадлежит Дену. И она говорит следующее, что если P1 и P2 равносоставлены, если P1 и P2 равносоставлены, то вот для любой такой функции φ, которая аддитивная и в точке π равна нулю, значит, для любой аддитивной φ такой, что φ от π равно нулю, выполнено, что Дельта φ от π1 равно Дельта φ от π2. Вот. Значит, получается совершенно замечательное такое... Совершенно замечательное такое утверждение. И, значит, вот эти вот инварианты Дельта φ можно использовать для того, чтобы многогранники различать. Если мы нашли какую-то φ, и для каких-то двух многогранников вот эти Дельта φ от многогранника оказались разными, то мы заведомо получили, что эти многогранники не равносоставлены. вот, значит, ну давайте сначала поймем, почему эта теорема верна. Это на самом деле совсем несложно. Вот. А потом поймем, а как это можно использовать, потому что мы... Как использовать не очень понятно, мы вроде ни одну функцию φ такую предъявить не можем. Правда? В смысле? Так, я еще раз повторяю. Для каждого ребра многогранника мы обозначили через L с индексом Е его длину, а через α с индексом Е двугранный угол при этом ребре. А дальше взяли сумму по всем ребрам, то есть Е просто все ребра, поставили длину, а двугранный угол подставили в функцию φ и просто перемножили, и сложили, получили функцию от многогранника. То есть эта функция каждому многограннику сопоставляет вещественное число. Так? Вот. И оказывается, имеет место вот такая вот теорема, что если два многогранника равносоставлены, то эти вещественные числа одинаковы. Ну, для какую бы функцию φ мы не взяли. Вот. Давайте, значит, первое, почему это верно, второе, почему, как это применять реально. Ой. Так, наверное, все-таки надо влажный. Ой. Легкая эта работа. Вот. Почему это верно? Ну, смотрите. Значит, чтобы доказать вот это вот дело, нам на самом деле достаточно доказать следующее. Пусть многогранник P разбит на кусочки, разбит на многогранники P1, и так далее, Pk. Да? Вот хочется доказать, что тогда инвариант Дэна многогранника P будет равен сумме инвариантов Дэна многогранников P1 и так далее, Pk. Ну, функция φ все время фиксирована. Вот. И тогда, конечно же, для равносоставленных будет он одинаков, потому что мы можем один разбить на кусочки, и второй на такие же кусочки, и в обоих случаях это сумма. Поэтому вот это доказать достаточно. Ну, давайте это докажем. Ну, я, чтобы мне рисовать было попроще, вот я нарисую какой-нибудь очень простой многогранник, да? И разобью его. Ну, тоже каким-нибудь несложным способом, просто чтобы... У меня нарисован тетраэдер, разбитый на три тетраэдера. Ладно? Это максимум, наверное, того, чего я могу сейчас нарисовать. Вот. Значит, смотрите. Вот у меня здесь несколько частей. А, нет, еще хочу поинтереснее нарисовать. Еще может так случиться, еще может так случиться. Вот, вот так вот еще нарисую. Смотрите как. Я еще вот в этом вот, этот тетраэдер еще разобью. Нижний тетраэдер еще разбил на тетраэдер, и такое вот то, что осталось. Так? Смотрите, в чем тут дело, зачем я? Я хочу сказать, что у меня вот давайте посмотрим на ребра всех многогранников, которые здесь в этом разбиении присутствуют. Ну, смотрите, здесь вот есть, как раз я специально ввел, есть такая ситуация, когда вот это ребро, в одном из многогранников это ребро, а в другом это вот его кусочки, это ребра, да? Ну, тем не менее, давайте вот у нас все отрезки, которые здесь проведены, мы измельчим до того состояния, что они, ну, что уже новых вершин на них нет. То есть посмотрим на все вот эти вот отрезочки. Ну, иногда это целые ребра, иногда это какие-то кусочки ребер, из которых целые ребра состоят. Так? Ну, и посмотрим. Каждый из этих отрезочков дает какой-то вклад в правую часть, потому что он входит в ребра каких-то многогранников, да? И, может быть, дает вклад в левую часть, но не всегда. В левую часть он дает вклад в том случае, если этот отрезочек лежит на границе, если он является... Вот. Ну, давайте посмотрим. Значит, в принципе, какие у нас тут есть отрезочки? Вот отрезки, которые получились, то есть, может быть, это не целые ребра многогранников, а что-то вот такое поменьше. Есть те, которые являются ребрами исходного многогранника или их частями. Так? Если отрезок является ребром этого многогранника, давайте посмотрим на то, какой вклад он дает в левую часть. В левую часть он дает вклад свою длину умножить на φ от двугранного угла, правда? От двугранного угла многогранника при нем. Теперь, какой он вклад дает в правую часть? А в правую часть в этом отрезочке сходятся несколько многогранников. В данном случае при этом отрезке сходятся два многогранника. Вот этот тетраэдер и вот тот задний тетраэдер, правильно? Вот, два тетраэдера. Но сумма этих двугранных углов будет в точности двугранным углом многогранника, правда? Значит, в левую часть у нас получится вклад. Ну, я напишу LE на φ от αe, хотя это может быть не целое ребро, а это может быть какой-то отрезок, кусочек ребра. Вот, а справа будет стоять его же длина, умножить, ну, это как бы вклады, вклады вот этого отрезка в левую и в правую часть. Значит, вклады, сюда будет стоять длина этого же ребра, умножить на φ от α1, от α, там, не знаю, первое, плюс и так далее, плюс φ от α какое-то Qt, ну, где вот α1, αQ, это те, вот, если мы посмотрим так с торца на это ребро, то мы увидим такую вот вещь, у нас двугранный угол, и он разбит на сколько-то частей. Вот это ребро, это ребро, на которое мы смотрим с торца. Ну, вот в нем сходится сколько-то многогранников, и здесь получаются вот эти вот углы, и в сумме они дают αe, так? Ну, значит, вот это вот равно, потому что φ функция аддитивная, и поэтому сумма φ от этих кусочков равна целому φ. Отлично, значит, вот если мы берем отрезок, который содержится в ребре исходного многогранника, то вклады его в левую и в правую часть равны, так? Ну, теперь давайте посмотрим на какой-нибудь отрезочек, вот, например, вот на этот, так? Который не является куском ребра исходного многогранника, но является куском ребра каких-то частей, так? Ну, какие есть две принципиально разного, два принципиально разных случая? Например, на самом деле здесь даже три есть разных случая. Есть случай, что этот отрезок лежит на границе нашего многогранника, вот как у меня нарисовано. Он лежит в грани, он не может лежать на ребре, но сейчас, допустим, он лежит в грани, да? Тогда, ну, в любом случае, в любом случае, если отрезок такой, то вклад в левую часть – ноль. В левой части этого отрезка нету. Давайте посмотрим вклад в правую часть. Вклад в правую часть – это ЛЕ. Опять же, на… Ну, я также обозначу, с вашего позволения. Опять же, в этом отрезке сходится сколько-то многогранников. Ну, вот, в данном случае у меня нарисовано два, ну, а может быть больше. Так? Ну, их суммарный двугранный угол, мы видим вот то же самое, только теперь это ребро, если мы с торца смотрим, оно просто в грани лежит. И суммарный двугранный угол будет Пи. Так? Вот. Ну, то есть, что здесь? Опять же, по аддитивности здесь есть ЛЕ умножить на Фи от Пи. А Фи от Пи мы предположили, что это ноль. Значит, это ноль. Значит, это вклад такого отрезка и в левую часть, и в правую часть равен нулю. Ну, какие еще остались отрезки? Отрезки, которые не на границе, а совсем внутри многограника, да? Ну, то же самое, там, на самом деле, 2Пи. Вот. Ну, а Фи от 2, 2Пи тоже равно нулю, потому что функция аддитивная, раз Фи от Пи равно нулю, то и Фи от 2Пи равно нулю, и то же самое, вклад ноль. Но еще, на самом деле, если внимательно подумать, есть еще один случай, когда отрезок внутри, но лежит на грани какого-то многогранника, из многогранников. Тогда вот остальные тоже дают Пи, но все равно получается Фи от Пи. Последний случай, когда отрезок внутри нашего исходного многогранника, но лежит на грани одного из многогранников разбиения. У нас может так быть, что многогранники, вот какой-то был один многогранник разбиения, да? Это где-то внутри все происходит. А вот сюда пристыковали несколько разных многогранников, вот так. Все равно Пи, да, ну, иногда 2Пи, иногда Пи для внутренних углов, но все равно кратный Пи, все равно ноль. Вот, ну и все. А в точности больше ничего вклада ни в правый, ни в левый не дает. Теперь, если мы это просуммируем, мы получим, что у нас левая и правая части равны. Вот, вот, собственно, и все доказательства теоремы Дена. Вот, но не очень понятно, а как ей пользоваться. Как ей пользоваться? Дело в том, что, ну, откуда брать функции Фи, вот такие аддитивные, чтобы их не доказывать существование, а чтобы с ними реально работать. Вот, но дело в том, что, чтобы с этим делом реально работать, работать вот с какими-то такими бесконечными базисами Гаммеля нам совершенно не нужно. Нужно вот чего. Глядите, допустим, у меня два многогранника. П1 и П2. Я хочу понять, равносоставлены они или нет. П1 и П2. Мне вот для этих двух многогранников хочется понять, равносоставлены они или нет. Значит, как мне это проверить? Ну, смотрите, здесь какие-то двугранные углы, вот я, давайте, выпишу все двугранные углы, которые здесь возникают, так, которые есть у этого многогранника П1. И давайте я выпишу все двугранные углы БТ1, БТС, которые есть у многогранника П2. Сколько таких двугранных углов, сколько таких двугранных углов. Ну и давайте я еще вот к этой вот, к этим, это какие-то вещественные числа. Давайте я еще сюда Пи допишу, потому что число Пи, оно у меня тоже где-то встречается, и я Пи от него хочу брать иногда, мне нужно. Вот смотрите, когда я работаю с этими многогранниками, мне как-то, честно говоря, у меня никаких других чисел не возникает, кроме вот этих. Поэтому можно сделать вот что. Можно рассмотреть все вещественные числа, которые представляются в виде комбинации вот этих, с рациональными коэффициентами, так? Ну это какое-то подмножество всех вещественных чисел. Понятно, что это далеко не все вещественные числа, да? Вот С это те, значит, те вещественные числа, те вещественные числа, которые представляются в виде комбинаций вот этих вот альфа-1, альфа-Q, бета-1, бета-S и Пи с рациональными коэффициентами. Вот. Ну, и глядите, в принципе, может быть, может так быть, что между вот этими вот альфа-1, альфа-Q и бета-1, бета-S и Пи есть какие-то линейные зависимости. Ну, может быть, вот это равен, там, единице, условно говоря, этот равен корень из двух, а здесь какой-то еще равен 1 плюс корень из двух. Ну, я что-то очень... корень из двух не может быть в угранный угол, потому что... Или может? Может. Вот. Хорошо, да. Вот, ну, неважно. В принципе, могут быть линейные зависимости. Но, тем не менее, когда вот, вот смотрите, что можно сделать? Вот, опять же, я сначала скажу на таком языке для студентов, что вот это S, понятно, что это конечномерное векторное пространство над Q. Оно у нас порождено конечным числом элементов. И мы можем выбрать вот здесь нормальный конечномерный базис. С базисами в конечномерных векторных пространствах мы можем иметь дело. Ну, а, значит, если кто-то не знает таких, как бы, вот, чтобы не использовать таких линейно-алгебраических терминов, ну, мы просто возьмем вот эти вот числа и возьмем среди них, как бы, если какое-то представляется в виде такой вот комбинации других с рациональными коэффициентами, давайте его вычеркивать. И так пока не останется наименьшее число, которое не представляется уже, уже которое вот таким образом независимо. Ни одно нельзя выразить через другие. И, соответственно, вот мы найдем какие-то числа R1, R, там, не знаю, P, T, которые вот это S порождают. Такие, что любое число из S представляется в виде линейной комбинации вот этих вот чисел с рациональными коэффициентами единственным образом. Вот. Ну, а теперь, на самом деле, вот это вот, это R1, R, P, это, конечно, далеко до базиса Гаммеля ему, потому что любое вещественное число не представляется таким образом. Но можно вот это R1, R, P, на самом деле, дополнить до базиса Гаммеля. Давайте теперь дополним как-нибудь. Вот. Оказывается, что это возможно. Вот. К чему это? Опять же, вот это дополнение до базиса Гаммеля будет каким-то совершенно неестественным, да? И сделать это явно мы не можем. Но это нам и не нужно. Дело в том, что если мы пытаемся посчитать какое-то дельта Фи от P на данном многограннике P, то мне надо знать значение функции Фи только на его углах. Так? А значит, а как мы любую аддитивную функцию определяли? Мы на базисе Гаммеля задавали, какую хотим, так? А на остальных продолжали. Ну, вот здесь мы тоже на базисе Гаммеля можем задавать, как угодно, в частности, на R1, R, P будем задавать, как угодно. Ну, смотрите, получится, что... Вот давайте я вот здесь нарисую. Значит, у нас есть R1, R, P, а есть весь остальной базис Гаммеля. Там, т, 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 т. Мы как-то его дополнили остальными, да? Когда я хочу написать аддитивную функцию, я должен как угодно задать значение этой функции. Вот здесь я должен задать A1, R, P, а здесь я должен задать тоже как угодно. Так? И вот это задает мне функцию Фи. Теперь, если я хочу эту функцию Фи посчитать, чтобы посчитать и вариант Дена для многогранников P1 и P2, мне надо эту функцию Фи считать на альфа-1, альфа-Q, бета-1, бета-1. Но каждый из них расписывается в виде линейной комбинации только вот этих элементов базиса Гаммеля. Правда? Поэтому мне знать, какая функция здесь, вообще не надо. И какой базис тоже не надо. Я могу работать вот только с этим куском. Просто забыли, что справа, и все. И я могу считать, вот задав Фи просто, Фи просто задается P вещественными числами, которые мы как хотим выбираем. Вот здесь. И задав эти числа, мы можем посчитать Дельта Фи от P1 и Дельта Фи от P2 и сравнить их. Не работая по дороге ни с чем, как бы таким вот принципиально бесконечным и неприятным. Вот. Значит, ну вот такое вот, значит, чтобы это не было голословным, собственно, самый важный, самый интересный пример. Пример вот, с которым мы начинали. У нас есть куб, и у нас есть правильный тетраэдер с некоторым длиной ребра А. Ну, а у куба, значит, длина ребра B, и мне неохота сейчас пересчитывать. Я А и Б выбираю так, чтобы объемы были равны. Так? Чтобы объем от тетраэдер был равен объему куба. Вот. Значит, и утверждается, что они неравносоставлены. Как с этим быть? Ну, давайте посчитаем инвариант Дена куба. Инвариант Дена куба. Ну, я не знаю, давайте его С обозначим. Вот. Смотрите, у куба мне неохота считать, сколько ребер. 12 у него ребер, да? Да. Вот. 12 ребер, каждая вносит один и тот же вклад. Какой вклад? Здесь длина этого ребра B, а здесь стоит φ от π пополам. Правильно? Потому что двугранный угол в π пополам. Вот. Ну, что мы можем сказать про φ от π пополам? φ от π пополам ноль, потому что φ от π пополам плюс φ от π пополам равно φ от π, которая ноль. Вот. Значит, этот инвариант Дена куба всегда ноль. Вот. Какого бы размера мы куб не взяли, какую бы функцию φ мы не взяли. А теперь давайте посмотрим на тетраэдер. Значит, вот, пусть α – это двугранный угол правильного тетраэдера. вот хорошее упражнение. Очень полезная задачка, рекомендую ее порешать тем, кто не знает. Если мы разделим α на π, то это число иррациональное. Двугранный угол правильного тетраэдера не является рациональным кратным π. Это все, что нам надо знать, чтобы догадать, что тетраэдер не равносоставлен куб. Потому что, если мы хотим написать Δφ от правильного тетраэдера, то мы получаем следующее. Мы получаем у правильного тетраэдера 6 требер, значит, получаем 6. А умножить на φ от α. И так как α делить на π – иррациональное число… А у нас не будет тетраэдер, а мы сразу же ставим тетраэдер? Нет, почему? Нет, нет, я говорю, мы взяли конкретный пример. Правильный тетраэдер и куб того же объема. Я про другие ничего не говорю. По-всякому может быть там. Вот. Вот, отлично. Так вот, так вот, значит, смотрите, раз α и π отношения иррациональны, значит, у них нет зависимости с рациональными коэффициентами. И мы можем вот эти α и π выбрать в качестве двух первых элементов Байлеса Гаммеля. А остальные выберем какие угодно. Как угодно дополним. Ну, опять же, вот эта теорема цармела, что это всегда можно сделать. Всегда можно дополнить, на самом деле, любую такую вот независимую систему, можно дополнить, добавить с Гаммеля. Вот, отлично. И, значит, здесь мы функцию φ можем выбрать, только давайте я это их значение буду, ну, просто здесь φ от R1 и φ от R2 выбираю, как хочу. Я могу найти функцию, но теперь мне нужна не любая функция, правда, а мне нужна такая функция, которая на π 0. Поэтому здесь-то я никак хочу, здесь я 0 выбираю. А вот это значение я могу выбирать абсолютно любое. Ну, а это и есть φ от α. То есть я могу функцию φ найти с абсолютно любым, каким я хочу, φ от α. В частности, я могу ее найти с ненулевым φ от α. Так? Значит, есть такая функция φ, что вот это не 0. Все, значит, правильный тетрайдер неравно составлен правильному кубу. Вот. Так. Ой-ой-ой. Я очень затянул со временем. Давайте я скажу еще. Вот, самое главное. Я сейчас скажу, вот про что я хочу очень рассказывать в следующий ближайший раз. Потому что, вот, собственно, этот вариант, этот результат красивый, но простой. А вот будет результат не очень простой. Значит, и это замечательная теорема Жана Пьера Сидлера. Не знаю, как правильно ставить ударение, потому что вроде не француз, хоть и Жан Пьер. В общем, вот, значит, и эта теорема более поздняя, 65-й год. Вот. И Сидлер доказал следующий замечательный результат. Вот хорошо, мы поняли, что неравно составленные многогранники, можно доказывать их неравно составленность, глядя на инварианты Дэна. Но следующий, естественный вопрос, когда мы вот такие инварианты обнаружили, мы умеем доказывать неравно составленность в каких-то примерах. Ну, там есть еще куча примеров, где мы это умеем доказывать, это просто первый. Вот. И следующий, естественный вопрос. А достаточно ли, а вот, допустим, для двух многогранников так доказать их неравно составленность не получается? Допустим, у них объемы одинаковые. Ну, понятно, что объемы обязательно должны быть одинаковые, если мы хотим про равна составленность думать. И инварианты Дэна для всех функций Фи одинаковы. Верно ли, что они равна составлены? И вот это замечательная теорема Сидлера, что это верно. Значит, если объем одного многогранника равен объему второго многогранника, и, значит, ну, для любой аддитивной функции Фи, такой, что Фи от Пи равно нулю, верно, что инвариант Дэна П1 равен инварианту Дэна П2, ну, инвариант Дэна соответствует этой функции, вот, то П1 и П2 равны составлены. Вот. Вот это я планирую рассказать, доказать в следующий раз. Ну, может быть, за один раз чуть-чуть не успею, придется чуть-чуть на третий раз залезть. Но, тем не менее, я обязательно расскажу, потому что это очень красиво и очень, на самом деле, такой замечательный результат. Да, вот, хорошее вам спасибо большое за вопрос. Значит, ой, я, правда, давайте скажу. Значит, смотрите, да, он рассматривает размерность только 3. Это верно в трехмерном пространстве. Значит, на самом деле все то же самое можно спрашивать в многомерном пространстве любой размерности. В любой размерности можно определить инвариант Дэна. Аналогично здесь будет сумма по граням корразмерности 2, здесь будет площадь этой грани, и здесь будет Фи от двугранного угла. И можно точно так же доказать аналог теоремы Дэна, что если такие варианты разные, то многогранники не равны составлены. И опять же вопрос, достаточно ли это, полный ли это инвариант. Вот, ответ такой, в R3 полный и в R4 полный, это чуть более поздний результат Борги Йессен, 86-й год, ой, 68-й. Вот, и это верно, а дальше неизвестно до сих пор. Вот, что? А в двумерном случае нет варианта Дэна. В двумерном случае они всегда равны, составлены только площади достаточной. Вот, и есть причина, почему дальше возникают трудности, потому что возникают так называемые высшие инварианты Дэна. Смотрите, вот если я беру пятимерный многогранник, я просто покажу на одном примере. Давайте я выберу две аддитивные функции, и обе в точке π равны нулю. Вот, как писался обычный инвариант Дэна в этом случае. Мы берем сумму по трехмерным граням, да, многогранника, площадь, площадь этой самой трехмерной грани, ну, ну как площадь, трехмерный объем, у трехмерной грани нет площади, есть трехмерный объем трехмерной грани, на φ от α при этой q, да. Вот, а теперь я могу написать высший инвариант Дэна. Вместо вот этого трехмерного объема я сюда поставлю инвариант Дэна этой трехмерной грани. Трехмерный вариант. Возьму сумму по q3, здесь возьму Δψ от q3, а здесь возьму φ от αq. И оказывается, вот эта штука тоже одинаковая у многогранников, а дальше можно брать итерированные, и, в общем, в этом здесь очень все сложно и не очень понятно, что с этим делать. Неизвестно даже, достаточно ли обычных. Мы можем писать итерированные, но как доказать, что они не сводятся к обычным? Неизвестно. И неизвестно, верно ли про все обычные варианты. Ни про что неизвестно. Вот, значит, и еще одна вещь, которую я хочу сказать, две вещи, которые я очень быстро хочу успеть сказать. Одна вещь, что вот эта теорема, если построение инвариантов Дэна сидело на уравнении Каши функциональном, φ от х плюс у равно φ от х плюс φ от у, то вот эта теорема сидит на еще одном замечательном уравнении. Здесь система уравнений. Во-первых, мы хотим, чтобы функция, у нас теперь уже функция двух переменных, хотим, чтобы она была симметричная и хотим, чтобы она удовлетворяла вот такому вот функциональному уравнению. И на самом деле, вот там у меня в анонсе заявлено, что здесь будет связь с такими вещами, как гомология и когомология групп. Вот, если внимательно сюда посмотреть, для тех, кто знает, что такое гомология и когомология, более-менее видно, что это в некотором смысле уравнение коцикла двумерного, а уравнение Каши это уравнение одномерного коцикла. Вот, но это такая, и здесь эта связь можно немножко глубже еще. В общем, я постараюсь про это тоже сказать, если получится. Ну, вернее, насколько получится, насколько успею. Это одна, значит, вот. Да, казалось бы, как эта теорема связана с этим уравнением, сейчас приведу одну задачку. Вот, еще одну вещь хочу сказать в последний момент. Вот есть такая... Просто чуть-чуть анонсировать, что еще будет. Значит, вот есть вот такие вот штука, называется изгибаемый многогранник. Значит, грани у многогранника жесткие, а многогранник сам, двугранные углы меняются в процессе деформации. Оказывается, есть такие примеры. Потом покажу я, потому что у меня уже время заканчивается. Две минуты осталось, кажется, или одна. Вот, значит, ну, вот есть такого рода примеры многогранников. Замечательно, их трудно строить, про них, значит, трудно что-то доказывать. Ну, вот этот простейший пример, который известен. Вот. И в 1996 году, в 1996 году... В 1996 году... У нас московский, ну, российский математик Джат Хакович Сабитов из Московского государственного университета доказал такую замечательную вещь, что если вот этот многогранник с течением времени изгибается, какой угодно, не этот конкретно, а любой изгибаемый многогранник, то вот он с течением времени деформируется, то есть он зависит от параметра t, то его объем постоянен в процессе изгибания. Вот. И дальше был очень естественный вопрос, ну, а раз он вот так деформируется, а объем постоянен, значит, ну, вообще говоря, в разные два момента времени два разных многогранника. А верно ли, что эти два многогранника равносоставлены в разные моменты времени? Вот. Ну, считалось, что это никак не должно быть верно, и точно неверно, и даже были статьи, в которых были написаны контр-премьеры, но неправильные статьи. Вот. И вот это совсем свежий результат. Это вот прошлой осенью мне и моему студенту Леониду Игнащенко удалось доказать такое утверждение, что любой инвариант Дэна, это многогранник, тоже постоянный в процессе изгибания, а значит, многогранник, ну, а значит, вот по этой теореме Сидлера, многогранник остается, вот любой такой многогранник в любые два момента времени, остается равносоставленным себе в процессе изгибания. Вот. И про это я вот тоже надеюсь вам рассказать. Я очень прошу прощения, я просто хотел дать две задачи для того, чтобы могли порешать те, кому интересно. Вот. Я понимаю, что я чуть-чуть... Значит... Первая задача такая. Вот пусть Т у нас правильный тетраэдр. Правильный тетраэдр, если мы его ребро увеличим в n раз, n целое, то объем будет в n куб раз больше, правда? Вот. Ну, я вот так вот обозначу n умножить на t, как бы гомотетию этого тетраэдра с коэффициентом n. Вот. Естественный вопрос. Равносоставлен ли... Это... Значит... Давайте плохо-плохо так обозначать. Я хочу сказать, что... Значит... Равносоставлен ли правильный тетраэдр? Вот. Лучше вот так вот. Я его обозначу через t от n a. Вот. Был правильный тетраэдр с ребром n a. Да? А здесь... Вот. И равносоставлен ли он с n кубом штук правильных тетраэдров с ребром a? Ну, это... Ну, это, в общем, простое упражнение на применение. А вторая задачка, это вот для тех, кто... Для тех, кто... Такая вот хорошая геометрическая задача, значит, на самом деле, о том, как возникает вот это уравнение. Давайте я... Вот, допустим, мне дали два вещественных числа из интервала 0,1. Вот. И я по ним умею строить такой специальный очень тетраэдр. Смотрите, во-первых, я всегда могу написать, что одно число — это синус квадрат альфа, а другое — это синус квадрат бета. Ну, найти такие альфа и бета, острые углы, чтобы это были квадраты синусов. А дальше я могу рассмотреть такой вот правильный тетраэдр... Ой, неправильный. Такой тетраэдр. Смотрите, тетраэдр состоит из трех попарно-перпендикулярных отрезков. То есть вот первый перпендикулярен второму, а третий перпендикулярен и второму и первому. Такие тетраэдры называются артосхемы. Вот. И сделаю я следующее. Я вот этот отрезок возьму длиной катангенс альфа. Не спрашивайте меня, почему именно так. Я в следующий раз объясню. Вот этот возьму катангенс альфа умножить на катангенс бета. А вот этот будет катангенс бета. Ну, понятно. Три взаимопрендикулярных отрезков я тетраэдр полностью описал. Вот этот тетраэдр я обозначу T от А, B. Вот теперь задача. Задача чисто такая вот геометрическая взять и аккуратно разрезать два тетраэдра и сложить два других тетраэдра. Вот. Значит, если я возьму тетраэдр с параметрами А и Б и к нему добавлю тетраэдр с параметрами А, B, произведения А, B и C. А дальше возьму тетраэдр с параметрами А и С и добавлю тетраэдр с параметрами А, C и B. Очень хотелось бы сказать, что они равносоставлены. Такая пара тетраэдров и другая пара тетраэдров. Это почти верно. Они... Все, я совсем заканчиваю. Последнее предложение. Они равносоставлены по модулю призм. Значит, когда нам разрешается вот кусок, являющийся призмой, то есть являющийся произведением такого прямой призмой такой вот надотрез, нам разрешается такие куски выбрасывать или добавлять по собственному желанию. Вот, оказывается, вот такая вот замечательная. И это очень красивый геометрический факт, на самом деле. Вот. И это ключевой момент доказательства этой теоремы. И это просто анонс, в следующий раз разберем. Вот если кому-то интересно, эту задачу можно попробовать порешать самостоятельно. Все, спасибо большое. Я очень прошу прощения. Спасибо.